всем привет и мы продолжаем рубрику канала посвященную масштабным моделям американских сидельных тягачей в 64 масштабе и сегодня я вам покажу третью по счету новинку в моей коллекции и мы рассмотрим классический американский бескапотный сидельный тягач 50-х годов кинворд 523 bullnose в трехосном исполнении у neo такой же кинворд предлагается с укороченным шасси двухосник и у грузовика отличается цвет кабины схема окраски некоторые другие элементы ходовой части и та модель тоже доступна для приобретения я ее потом приобрету в свою коллекцию и тогда уже сделан у нее отдельный видео обзор я думаю многим из вас знаком данный кинворд bullnose аналогичная модель в двухосном исполнении выходила в коробочках exo models это уже довольно старая модель она по-моему появилась 2 или два с половиной года назад и первый кинворд от exo был в темно-бордовом цвете по-моему с белой или серебристой полосой и ту модель я в свое время не приобрел свою коллекцию возможно об этом чуть жалею потому что потом у exo было переиздание в менее привлекательном цвете черный грузовик с красной широкой полоской и также модели на формах exo выпускались в рамках журнальных серий была серия в испании во франции возможно в других странах и также были отдельно модели для американского рынка был набор вместе с полуприцепом с другой схемой окраски и тот набор продавали за 70 долларов плюс пересылка растаможка поэтому набор покупать из америки не совсем целесообразно возможно я потом приобрету модель от exo models но пока что буду довольствоваться вариантом в 64 масштабе от neo и давайте посмотрим на коробочку распакуем модель и взглянем на нее поближе здесь коробка по размеру точно такая же как и у других грузовиков от этого бренда довольно высокий дисплей кейс и в этот бокс поместится даже модель в 43 масштабе или небольшой автобус и если говорить о машинах в 43 масштабе то у neo как раз в таком боксе поставляется дом на колесах на базе ford f-150 ту модель я тоже вам показывал в одном из видео анонсов на нижней стороне картонки есть наклейка с артикулом модели также указан прототип kenward 523 цвет темно сливовый с белым и модификация bullnose и конечно цвет этого грузовика это отдельная тема для разговора очень необычный и очень красивый и вы можете подумать что эта окраска не соответствует действительности но на самом деле грузовики в такой схеме окраски действительно существовали я нашел фото реального прототипа как раз точно такими же логотипами так что в этом плане neo передал все в точности как и на настоящем грузовике отличная покраска прекрасное качество сборки нету пятнашек клея также все детали аккуратно и ровно установлены в свои посадочные места и по проработке эта модель в 64 масштабе мне нравится даже больше чем аналогичные грузовики у neo в 43 масштабе здесь более богатая детализация лучше проработана ходовая часть лучше сделана рама если вспомнить американские грузовики от neo но в 43 масштабе то у них на некоторых моделях рама была по типу плитки шоколада как на старых элеконовских камазах здесь рама имеет сквозные отверстия также просматривается карданный вал и прекрасно сделана балансирная тележка и нету сквозного отверстия через которое просматривается ось для колес вот это был огромный минус на многих моделях в 43 масштабе также у модели рабочее седло площадка сделана из фототравления на задней стенке присутствуют перекидки такого не было даже на грузовиках в 43 масштабе от neo и у грузовичка также прекрасно сделана выхлопная труба глушитель здесь серебристый наконечник из металлической трубки со сквозным отверстием хорошо сделаны колесные диски у них тоже присутствуют сквозные отверстия на колпачках мы видим серебристая краска и также здесь хорошо сделаны покрышки покрышки имеют вполне реалистичный рисунок протектора сзади присутствуют фонари в виде отдельных элементов также есть регистрационный номерной знак у машины хорошо сделаны топливные баки и здесь нет видимых швов и топливные баки сделаны под полированный алюминий честно сказать мне такое решение нравится больше чем просто хром конечно хромированные детали выглядят возможно более нарядно более привлекательно но вот такое решение более реалистично и если на грузовике слишком много хрома то он больше походит на новогоднюю елку и на некую игрушку нежели на масштабную копию также мы видим здесь присутствуют отдельные дверные ручки поручни зеркала заднего вида есть подложка из фольги окрашен интерьер в коричневый цвет белое рулевое колесо небольшие дворники из фототравления также есть поручни на небольшом капоте значок kenward прекрасно проработана решетка радиатора она из фототравления как и небольшая сеточка с правой стороны хорошо сделана светотехника и у этой модели спереди сбоку тоже присутствует регистрационный номерной знак на крыше мы видим габаритные огни они просто обозначены серебристой краской и здесь оранжевым лаком капнута небольшая точка конечно их лучше было бы сделать тоже в виде прозрачных элементов и посередине присутствует клаксон и если сравнивать этот грузовик с аналогом от xo models то у xo по-моему более поздний вариант там две дудки они располагаются ближе к краям кабины вот такой прекрасный грузовичок модель довольно легкая и по длине она где-то 11-12 сантиметров как обычная легковушка в 43 масштабе и покажу вам для сравнения другие грузовики которые возможно кто-то из вас уже видел в моих предыдущих видео обзорах первый грузовик это капотный классический сидельный тягач diamond rail rider это была вторая по счету модель из этой серии в моей коллекции тоже хорошее качество проработки и по уровню детализации это diamond очень близок к модели кинворд но пока что из трех моделей я думаю кинворд самый лучший по качеству проработки и по вау-эффекту эта модель тоже наиболее привлекательна вот очень красивый цвет вживую он смотрится еще интереснее чем на видео и первая модель которую я приобретал это ford 9000 если говорить о прототипах то конечно ford мне нравится больше всего это вообще очень долгожданная модель я очень ждал такой ford в 43 масштабе в итоге я его дождался у меня есть предсерийный образец но пока что эта модель в серию не пошла и выпустит ли ее neo в 43 масштабе тоже большой вопрос возможно у ixo появится такой ford нужно будет следить за их анонсами и их новинками тоже хорошая проработка и повторюсь что по уровню исполнения эти малыши мне нравятся больше чем аналоги в 43 масштабе и если даже просто увеличить вот эти модели до 43 масштаба они будут смотреться не хуже чем многие грузовики других брендов и покажу вам для сравнения модель от xo models это kinward k100 aerodyne тоже довольно свежая новинка эту модель я вам показывал недавно и если поставить рядом два грузовичка то конечно kinward k100 здесь выглядит просто огромным гигантом но первые бескапотники были и по размеру меньше и в 50-х годах машины были чуть меньше здесь конечно грузовик в 43 масштабе больше где-то в два раза и вообще американские классические бескапотные седельные тягачи это отдельная тема для разговора эти машины сильно отличаются от нынешних бескапотников и если говорить конкретно о данном грузовике то эти машины выпускались по моему с 48 по 56 год было несколько модификаций и самое интересное то что у этого грузовика не поднимается кабина чтобы обслуживать двигатель вам нужно было снимать напольное покрытие или как-то снизу подбираться до тех узлов которые нужно было отремонтировать или проконтролировать так что тоже вот такие вроде бы бескапотники но присутствует небольшой капот и если посмотреть на другие грузовики этого периода у них кабина сидела еще выше например international harvester который вам показывал в 43 масштабе и тоже вот в принципе эти машины на мой взгляд очень интересны и пишите ваши комментарии какой из показанных мною грузовичков вам понравился больше всего какую модель в 64 масштабе вы бы хотели увидеть в следующем видеоролике я тоже тогда ее посмотрю и постараюсь приобрести в свою коллекцию скорее всего это будет капотный вариант потому что у нас уже был бескапотник потом шел капотный вариант опять бескапотник ну и логически будет сделать опять капотный вариант посмотрю что neo сейчас предлагает на рынке если вам понравился этот видеоролик то не забывайте поддержать его лайком также вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке и жмите на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале и на сегодня это все до новых встреч пока пока